Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Локтин. Вы часто задаете мне вопрос, как отмечают дни рождения в армии? Давайте сегодня с вами об этом и поговорим. Поехали! Сразу в самом начале ролика я дам вам небольшую установку, чтобы вы сильно не обольщались по этому поводу, по поводу этого замечательного праздника. Дни рождения в армии считаются обычным днем для всех. Как для окружающих тебя, сослуживцев, так и непосредственно для самого именинника. Расскажу, как это было у нас. Так как наша рота пребывала в более рассосном состоянии, нежели чем другие роты, и, наверное, на большую часть она состояла из рассоса, нам не возбранялось отмечать дни рождения. В других ротах дни рождения отмечали последующим образом. Конечно, стоит понимать, что информация может разниться, плюс-минус, соответственно, да? Там происходило как? Строилась рота, это я про другие роты, вызывали именинника, рядовой Иванов, я выйти из строя, и рот не доводит информацию. Вот сегодня у рядового Иванова день рождения. Давайте все его дружно поздравим. И все как стадо, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, он там, ура, 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 все. Вот тебе и весь день рождения. Так как наше руководство роты, включая и старшины других людей, было более-менее лояльным к нам, и, на мой взгляд, это было связано с тем, что у нас было небольшое количество человек в роте, даже ротой назвать нельзя, 14 человек у нас было вроде, у нас было спецподразделение, и оттого в нем было малое количество человек, радиоэлектронная борьба. Я служил в войсках радиоэлектронной борьбы. Именинник мог подойти, допустим, к старшине, там, либо к ротному, в зависимости от ситуации, кто на месте, а кого нет. Товарищ старшина, вот так и так сегодня день рождения, желаю угостить своих товарищей, можно нам будет перед отбоем 15-20 минут, или после отбоя 15-20 минут посидеть в комнате досуга. Если он дает добро, то следующая процедура, это, естественно, закуп. Ну, у нас старшина был нормальный мужик, в принципе, он мог сам сводить в магазин, подождать, пока все отоварятся. И вот в связи с этим, нас хоть и ненавидели нашу роту, в том плане, что у нас рота рассосная, мы там на рабочку не ходим, там, практически, если приходим в парк, то там сидим, ничего не делаем, курим и так далее. Остальные впахивают, роют траншеи, там, что-то делают и так далее. От этого у всех вызывает зависть. Но они с гордостью бьют себя в грудь, крича о том, что мы мужики, а вы нет. Если бы ты попал в нашу роту, и ты бы так не кричал, я тебе уверяю. Но дело не в этом. И нашего старшину любили абсолютно все срочники всех рот, вот которые жили у нас на этаже. Саперы, химики, мы рэбовцы. Потому что он мог сводить в магазин, подождать, разрешить употребить купленное и так далее. И возвращаясь к теме про день рождения, срочник, у которого день рождения к нему подходит, получает добро, доставляется старшиной в магазин, закупает газировку, вафли, печенье, сгущенку. Ну, в общем, стандартный набор. В комнате досоков все собираются. Также он может кого-то пригласить с другой ротой, кого считает нужным, с кем имеет теплые дружеские отношения. И, соответственно, все. Наливают по стаканчику лимонада. Каждому там по печенью, по вафле, по пирогу. Ну, посидели, поговорили 15-10 минут. Вот, употребили, прибрали после себя, стол протерли, все в мусорку, на боковую. Вот и все. Ну, конечно, хочется помпезно отметить, там, может, где-то кому-то хочется выпить, покурить. Но стоит понимать, что ты в армии. Здесь имеется определенный ряд ограничений. Здесь даже, наверное, их большинство, не только ряд, а несколько рядов ограничений на те или иные вещи. Поэтому день рождения празднуется, в общем, абсолютно легко, примитивно и тривиально. Зовешь тех, кого хочешь, свою роту покупаешь, сладости употребляете боковая. Вы задали вопрос, я ответил. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Если ты новичок на моем канале, то подпишись на него. Я рассказываю про армию. Меня зовут Сергей Локтин. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok